Христос воскресе, христиане. Христос воскресе вообще люди все, поскольку оно для всех. И только аспид, затыкающий уши свои, чтобы не услышать голоса обаятеля, как пишется в псалмах, только можно, так сказать, отворачиваться от этого голоса. Но, в общем, как ни крутись, а не отвернешься. Христос-то ведь действительно воскрес. Можно купить стражу и напугать ее, или посулить ей еще больше денег, как это сделано было, чтобы они сказали, что его украли. Но кто крадет мертвеца, к тому же нагово? Или тело отдайте, или воскресшему поклонитесь. Можно сделать вид, что я ничего не знаю. Можно придумать целую могучую аргументацию, могучую только по объему, на самом деле трухлявую и гнилую, аргументацию атеистического псевдобогословия времен эпохи исторического материализма, о том, что Иисуса выдумали. Иисуса не выдумали, об этом вам скажут и мусульманские исторические источники, и еврейские исторические источники. Об этом скажет вся историческая наука, и у человека, который не знает, что Иисус – это историческая личность, у него проблема не с верой, у него проблема с образованием. И он не просто историческая личность, как, например, Платон или Аристотель, или Эсхил, или Сафокл, или Перикл, Он воскрес. Он воскрес, и во гробе его нет. Это самое главное, дорогие христиане. Поэтому вот этими словами сегодня, ну что тут еще скажешь? Как хорошо, что говорить больше нечего. Как хорошо, что больше не нужно ничего говорить. В общем-то, Христос воскрес, и мы воскреснем. Там дальше цепочкой вытекает ручейком из этого источника огромное количество радостных мыслей. Теперь можно на кладбище пойти и сказать покойникам, Христос воскрес, Христос воскрес. Некоторым это не очень понравится, потому что они думали, что я умру, и все закончится. Все только начинается, Христос воскрес, мы поднимемся, будем судимы. Повторяю, не все этому обрадуются, но большинство обрадуются, потому что они хотят жить. И кости сухие услышат слово Господне, и засветет и зазеленеет старый пень, который уже вроде бы замер в пыли, как пишется у пророка Исаии. В общем, все начинается новое. Все начинается новое. Начало этого нового – это обновление сердца человеческого. Посему вот эти слова Еремии и слова других святых, дам вам сердце новое, от нему у вас сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, любящее меня, меня трепещущее, и трепещущее имени моего. Вот это сегодня такая задача номер один. Дай Бог, чтобы эти волны, разливающиеся волны благодати, во все стороны света разливающиеся, как и звук от бьющего колока льется как раз на четыре стороны света, вот прям крестом растекается. Чтобы эти волны благодати от пустого гроба меняли сердце человеческое, чтобы они проникали внутрь человека и переворачивали это сердце, ставили его опять на место и очищали его, чтобы наше сердце из состояния каменного превращалось в состояние сердца живого, трепещущего, обрезанного, любящего Господа за Господом следующее. Еще я хочу сказать вам, дорогие Господи, братья и сестры, вечные братья и вечные сестры, ибо мы будем вечно жить во Христе Иисусе Господе нашим. Хочу вам сказать, что Пасха существует независимо от нас, иногда вопреки нам, и она уже вечно существует. Существует вечная Пасха, как мы поем в пасхальном каноне, Пасху хвалящий вечную, безмерная твоя благоутробия, адовыми узами содержиме и зряще, к свету и дяху Христе веселыми ногами, Пасху хвалящий вечную. То есть существует небесное вечное пасхальное торжество, которое даже не зависит от наших календарей. То есть у нас может быть там Рождество на земле, а на небе Пасха. У нас там может быть на земле какой-то Месоед или Пост, а на небе Пасха. У нас на земле там то-то или то-то, а на небе Пасха. Там постоянно Аллилуйя, постоянно старцы снимают золотые венцы с себя там и кланяются земным поклоном перед сидящим на престоле. Там громы и голоса, там ангелы носят по небу вечное Евангелие. В общем, там поют Аллилуйя и новую песнь Моисея Раба Божьего. Там вообще такое литургическое торжество, потому что Агнец, который был заклан, который был мертв и теперь жив вовеки, Аминь, который искупил нас кровью своей и сделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле, как об этом поется в 4-й, 5-й книге Откровения. Агнец Божий, который живой вовеки, он наполняет собой все благодатью свою, веселит всех, и все поклоняются ему, и все радуются о нем, ибо действительно в нем источник жизни. Поэтому Пасха существует, конечно, для нас и на земле, но это только отображение Пасхи Небесной. Помните, в Евангелии говорится, что псы едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Такой смиренный образ. От Небесной Пасхи падают к нам некие крохи, и мы слизываем их сегодня. Ох, это вкусные крохи! Да чего же хорошо съесть обед в Царстве Божием! Как бы хорошо было войти еще от земной Пасхи в Пасху Небесную, в Пасху Вечную! Вот как в этом тропаре у Дамаскина и поется. «Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами, содержимые зряще, к свету и дяху Христе виселыми ногами, Пасху хвалящей Вечную!» Хвалите воскресшего из мертвых, дорогие братья и сестры, разноплеменные, разноязыкие, разнообразованные, разнобогатые, одинаковые во Христе Иисусе, потому что все вы любимы одинаково, и готовьтесь через Пасху земную войти в Пасху Вечную. Вот это будет настоящее, и этого никто от нас не отнимет, потому что вслед за сегодняшним торжеством какая-то скорбь тучкой набежит, заставит заплакать или сморщится. На земле все будет так. А вот там нету дня и ночи, но вечный свет воскресшего из мертвых. Вот туда наша дорога. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok